Создаем программное решение для бизнеса, которое помогает ему поддерживать свою IT-инфраструктуру. Ну а Android-разработкой я занимаюсь уже порядка 7-8 лет. И пришел сюда, в Android-академию, для того, чтобы поделиться своим накопившимся опытом в этой сфере. Я хочу поблагодарить наших спонсоров. Это компания E-PAM, Fitbit и Space за предоставленную возможность организовывать подобные мероприятия. У нас в Android-академии есть менторы. Есть они для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Поэтому если у вас будут какие-то вопросы касательно по домашке или же по лекции, обязательно не стесняйтесь, спрашивайте. Есть специальные чаты, где вы можете общаться с своим ментором и задать свои вопросы. Традиционный уже чек-лист перед началом лекции. Мы надеемся, что у вас уже установлена Android-студия и гид, и вы умеете ими пользоваться. Обязательно регистрируйтесь на каждую лекцию на Eventbrite, потому что это помогает нам следить за посещаемостью. У нас есть отдельный чат для Android-академии в Телеграме и еще отдельные чаты для групп, для общения с менторами. И еще у нас есть страничка в Фейсбуке. Традиционная уже викторина, Kahoot. Сейчас мы ее начнем. Заходите. Да, в этот раз мы не смогли определиться с вопросами, и поэтому сделали 4 сложных вопроса. Так что будьте готовы. И там будет код. Надо будет прямо код посмотреть. Так, ну ждем немножко. Еще секунд 30-40, пока все зайдут. Так, ну что, все уже зашли? Нет еще? Кто-нибудь еще не зашел? Еще? Ждем тогда. 44 человека. Ну что, все? Да? Так, 45. Все зашли? Так, сейчас тогда начинаем. Так, первый вопрос. Что произойдет после выполнения следующего кода? Код на экране. Либо оба вопроса выполнятся. Но плохо видно, да? Блин, ну так. А может я могу сейчас? Лучше? И правильный ответ. Правильный ответ. Оба запроса выполнятся друг за другом. Потому что callback метод, он вызывается в background потоке. Соответственно, второй call, запрос, второй request, он будет выполняться в background потоке. Потому что? Потому что? Ну да, потому что, ну это же видно. Так, хорошо. Идем на следующий. В ретрофите оно сработало бы, выпал бы, вышел бы exception. Так, а сейчас мне придется, наверное, как-то вернуть. Ага. Давайте следующий. Так, кто у нас? Владимир. Так, следующий вопрос. Базовый URL в ретрофит указан как api.comv2. Каким будет конечный URL, если указать get slash search? И правильный ответ. api.com slash search. Потому что? Потому что. Так, опять у нас Владимир, кажется, в лидерах, да? Следующий вопрос. Какими из перечисленных способов нельзя описать запрос в Retrofit? И четыре варианта ответа. И правильный ответ. Просто лист мы не можем вернуть. Нам обязательно надо это оборачивать. Можно всегда оборачивать либо в кол, либо использовать какие-то... Ну, либо респонс, да? Как новые библиотеки, типа, там, коррективы, поддержки коррективы и текстов? Так, и последний вопрос. В каком порядке вызовутся Interceptors при выполнении одного запроса? Сейчас будет опять код. И правильный ответ. E1, E2, E1, E2. Кто ответил правильно? Кто знает почему? Ну, это же простый лектор делал такой вопрос. Ну, тут, получается, у нас есть Network и Application Perceptors. Как помним мы о том, что при посылке запроса сначала у нас отрабатывают Application Perceptors, потом идет обработка самого HCP Core, а потом делается уже сам запрос. В этом случае ничего не... Когда уже после HCP Core что-то делается, уже ничего не отрабатывают. Мы получаем Респонс, и в этот момент начинают отрабатывать Network Interceptors. Тем самым мы получаем, что сначала должны отработать Application Perceptors, и они отрабатывают в том порядке, в котором они добавляются. То есть первый был добавлен I1, потом был добавлен I2. То есть они первые отрабатывают. То есть работают I1, I2. Далее отработают уже Network Interceptors тоже в порядке их добавления. То есть NI1, NI2. Ну что, наверное, переходим к лекции, да? А, приз, приз. Приз заходите. Приз. А понятно или надо еще раз рассказать? Да, прикапал. А, да. Так, приз. Кто у нас победитель? Хэкью. Где хэкью? Да. Держи. Такой тебе приз. Спасибо. Держи. Так, теперь можем возвращаться, наконец-то, к лекции. Так. О чем сегодня будем говорить? Сегодня мы будем говорить о том, как сохранять данные. О том, зачем нам вообще это нужно делать и каким образом мы это будем делать в Android. В начале лекции мы рассмотрим, что такое ActivityState, для чего оно надо и как с ним работать. Затем посмотрим на такой класс Shared Preferences, узнаем, что он делает, для чего мы можем его использовать. И еще вспомним такой язык, как SQL, и посмотрим, как можно будет работать с базой данных SQLite на Android. И в заключении лекции мы посмотрим, как можно будет упростить взаимодействие с базой данных SQLite с помощью такой библиотеки Room. В ходе этой лекции мы будем работать вот с этим небольшим приложением. У него будет один экран. Оно будет отображать список данных об эпизодах «Звездных войн». И сами данные об эпизодах оно будет получать из сети. Как я уже говорил, приложение довольно простое. У него будет только одно Activity. Есть еще Network Manager, который с помощью RetroFit будет обращаться на наш сервер за данными. А наш сервер, он с помощью REST API, по REST API будет возвращать данные об эпизодах нашему клиенту, нашему приложению. Эти данные в JSON формате будут приходить, и наша библиотека RetroFit сможет их распарсить в виде объектов, и затем они будут отображаться на нашем UI, на нашем экране. Но может произойти так, что наш пользователь, который использует наше приложение, он будет находиться в зоне действия медленного интернета. И, соответственно, когда он будет открывать приложение, приложение будет обращаться в интернет, но так как коннекшен медленный, он будет видеть долго крутящийся прогресс бар, потому что для того, чтобы скачать данные, нужно время. И каждый раз, когда он будет это делать, он каждый раз, когда будет открывать приложение, он каждый раз будет видеть этот назойливый прогресс бар. После того, как приложение уже загрузило данные из интернета, то пользователь может, например, захотеть повернуть экран нашего приложения. Может, есть какие-то догадки, что в таком случае произойдет с нашим активити? Мало активити, если да. То есть заново начнет будет? Да, начнет, наше активити будет пересоздано заново, и наше приложение опять начнет грузить данные из интернета, и, соответственно, пользователь опять будет видеть назойливый прогресс бар. Еще один неприятный момент – это когда интернет пропадает совсем. Например, если пользователь вроде бы недавно еще пользовался приложением, но спустился в метро, и интернета у него теперь нет, и, соответственно, приложение вообще ничего не может загрузить, и просто отображает бесконечный прогресс бар. Решить вот эти перечисленные мною проблемы можно с помощью сохранения данных. То есть если бы мы сохраняли данные локально на телефоне о наших эпизодах «Звездных войн», и затем в случае отсутствия сети мы бы могли их отобразить на экране. И самое первое, что приходит в голову для решения, например, той ситуации с поворотом экрана, это просто сохранить данные в активити-стейт или в состоянии активити. Вообще с состоянием активити работать довольно просто. У активити есть дополнительный callback-метод, который вызывается после метода onPause, но перед методом onStop. Называется он SafeInstanceState. К нему в качестве аргумента в этот метод будет приходить объект bundle, который называется outState. И в этот bundle мы можем помещать какие-то наши данные по определенному строковому ключу. А затем, когда наша активити будет пересоздано, мы сможем вот эти данные по этому же ключу достать из этого bundle. Bundle поддерживает следующие типы данных. Это примитивы, строки, массивы для строк и примитивов и списки для некоторых из них. Кроме этого, он еще поддерживает любой объект, может сохранить любой объект, который реализует интерфейс parseable или serializable. Что касается интерфейса serializable, то любой объект, который его имплементирует, он может быть сериализован в массив байт и затем десерилизован обратно из массива байт в экземпляр объекта. Но, к сожалению, вот эта операция сериализации и десерилизации объекта, она требует рефлекшена и поэтому работает не очень быстро. Поэтому именно по этой вот причине разработчики андроида, они создали свой интерфейс, который имеет аналогичную функциональность, но называется он parseable и работает он быстрее, потому что там рефлекшен используется гораздо меньше. Вообще реализовать интерфейс serializable очень просто. мы просто в наш дата-класс добавляем еще один интерфейс и на этом все. В случае с parseable там все немножко непросто, надо будет вот столько кода для такого же дата-класса написать. Это довольно много, но вы уже должны были встречаться с этим интерфейсом и реализовывать его раньше. Поэтому я опущу детали реализации, потому что там обычный более плейт и ничего сложного в общем-то нет. Будем считать, что мы уже его реализовали у нашего класса фильм. Затем вернемся в наш метод onSafeInstantState, в котором мы захотим сохранить список наших эпизодов в состоянии activity. Для этого мы воспользуемся методом putParsableRList и в него передадим список наших фильмов. Здесь важно отметить, что размер вот этого бандла, в который мы помещаем данные, он не должен превышать 1 мегабайт. Если мы запишем туда больше данных, больше 1 мегабайта, то при сохранении этого бандла у нас произойдет exception, и приложение упадет. Поэтому размер 1 мегабайт – это максимум. Затем, после того уже, как наша activity будет пересоздано, в методе onCreate вот этот бандл с нашими данными, он вернется в метод onCreate, только уже будет называться savedInstantState. И для того, чтобы достать из него данные, нам нужно будет проверить, что не null. Затем мы с помощью метода getParseableRList получаем наш список эпизодов в «Звездных войн», и мы можем отобразить его на UI. В случае, если у нас нет сохраненного состояния activity, то мы опять-таки обращаемся к серверу за списком наших данных. Есть ли тут какие-то вопросы насчет состояния activity? Есть вопросы? Вот вы сказали про размер 1 мегабайт. А каким образом мы можем контролировать этот размер? Дело в том, что, насколько я помню, у самого класса bundle у него нет метода, который позволяет определить его текущий размер. Но когда он будет сериализоваться уже в байты, вот в этот момент он не должен превышать 1 мегабайт. То есть это мы точно посчитать сразу не сможем. То есть мы не должны задумываться о том, какой объем мы туда помещаем? Мы должны туда записывать какой-то объем небольших данных, скорее всего. Поэтому если у нас есть подозрение, что там может быть 500 килобайт, например, то, наверное, то уже не стоит туда ничего записывать. Еще какие-то вопросы? Есть ли какие-то тузы, чтобы проверять, сколько весит, допустим, файл и в чем разница между view model и saved instance и заменяет ли saved instance view model? Так, первый вопрос. Есть ли какие-то тузы для того, чтобы проверить, сколько мы сохраняем данных? Превышает ли мегабайт памяти? Или это на глаз? Размер бандла, да? Ну, мы можем его сериализовать, массив байт, с помощью стандартных инструментов и потом получить этот массив байт и затем его проверить. То есть, грубо говоря, своим же кодом можно проверить это. Я понял, хорошо. Второй вопрос. Разница между saved instance и view model и замедляет ли view model saved instance и наоборот? Дело в том, что view model, она хранится в стороне от activity. Там у любого activity у нее есть специальный метод, который позволяет пробрасывать объекты через изменение конфигурации. То есть, например, при повороте экрана это называется изменение конфигурации. Мы можем с помощью определенного метода, я просто забыл уже его сигнатуру, вот, и мы можем пробрасывать объекты с помощью этого метода. View model построена именно таким образом. То есть, она просто остается в памяти и пробрасывается между экземплярами activity. А сохранение состояния, оно записывает в массив байт наши данные, а затем при пересоздании оно вычитывает из вот этого массива байта. Тогда что работает быстрее? Ну, аналогично. View model, она просто остается загруженной в памяти. То есть, она однозначно будет быстрее работать. Я понял. Спасибо. Надеюсь, понятно объяснил. Спасибо за вопрос. Так, еще какие-нибудь вопросы, может? Не быстро рассказываю? Может, стоит немножко помедленнее? Нормально, да? Хорошо. Так, тогда пойдем дальше. Вот. Вообще, конечно, activity state можно использовать для сохранения каких-то данных, но это в том случае, если наше activity оно было закрыто с помощью метода finish или же по нажатию на кнопку back, то при дальнейшем перезапуске нашего activity у нас не будет сохраненного состояния. Соответственно, не будет никаких данных, которые можно будет отобразить. И вот эту проблему можно решить, если мы воспользуемся таким самым простым вариантом это с помощью класса shared preferences. Этот класс позволяет сохранять данные между пользовательскими сессиями в рамках установки приложения. Или, проще говоря, он позволяет записывать файловую систему телефона в специальную приватную директорию, в которой есть доступ только нашему приложению. получить экземпляр shared preferences можно с помощью метода get shared preferences. Вызывать его можно у любого контекста объекта. Чтобы получить, нужно будет передать имя. Вот это имя, оно является именем файла, даже XML файла, потому что shared preferences они хранятся в виде XML. И это имя является именем вот этого XML файла, который хранится в приватной директории приложения. Еще нам нужно указать мод. В данном случае у нас указан мод private, и это означает, что файл с нашими данными будет доступен только нашему приложению. Есть еще другие варианты модов, но, как правило, их крайне редко используют, потому что есть более безопасные способы как-то пошарить данные между несколькими приложениями. есть альтернативный метод получения Shared Preferences с помощью класса Preference Manager, но, по сути дела, он делает все то же самое, что если вызывать из контекста, только имя файла с нашими данными будет генерироваться на основе package name приложения. Для того, чтобы записать данные в Shared Preferences, нам нужен специальный класс, который называется Editor. Получить его можно с помощью метода Edit, который можно вызвать у экземпляра Shared Preferences. Shared Preferences поддерживают несколько типов данных. Аналогично и Editor поддерживает все те же типы данных, что и Shared Preferences. это строки, примитивы и еще можно поместить string set. И после того, как мы запишем в наш эдитор какие-то данные, которые нам нужно сохранить, нам нужно будет их записать в файловую систему девайса. Для этого есть специальный метод, называется OnApply. Он работает асинхронно, то есть можно его вызывать из UI потока, он не заблокирует UI поток, а под капотом этого метода будет запущен отдельный поток, который в бэкграунде запишет все наши данные в файловую систему. Есть еще один аналогичный метод, который обладает таким же функционалом, только он блокирующий, то есть если наш поток вызывает метод commit, то наш поток заблокируется, пока будет выполняться метод commit. И как правило его используют из какого-то бэкграунд потока. И теперь возвращаясь к нашему приложению, так выглядит схема нашего приложения, которая отображает список звездных войн, и мы хотим добавить в наше приложение сохранение данных и загрузку данных из shared preferences. Для этого мы добавим два метода, это save data и restore data, которые будут делать эту работу. Если на примере в коде, то Retrofit вернет нам callback с нашим списком эпизодов в наш callback метод. Этот callback будет вызываться в background потоки, поэтому перейдем сразу в UI поток и вызываем метод save data для того, чтобы сохранить список наших фильмов в shared preferences. Здесь я делаю небольшое отступление. Вообще сохранять и данные надо в background потоки. Но для упрощения понимания концепции я сделал это в рамках данной лекции в UI потоке, потому что это потребует меньше кода, меньше слайдов, чтобы вам объяснить. Поэтому сейчас будет сначала все в UI потоке, а затем уже в конце лекции у нас будет хороший грамотный пример, где будет все в многопоточном варианте сохраняться. И после того, как мы сохранили данные, можем отобразить их в UI. Непосредственно в самом методе save data мы получаем экземпляр shared preferences, и так как shared preferences умеют поддерживать, умеют сохранять только примитивы и строки, то нам нужно будет как-то наш список эпизодов сконвертировать строку. Для этого воспользуемся такой библиотекой как Моши. Она позволяет записывать данные в строку в виде JSON формата. В принципе, вы познакомились уже с этой библиотекой на прошлой лекции, поэтому тут ничего сложного нету. Мы создаем адаптер Моши и затем вызываем у него метод toJSON, чтобы сериализовать наши фильмы в JSON строку. После того, как мы эту строку получили, мы получаем список, не список, получаем эдитор у shared preferences, помещаем туда нашу JSON строку со списком фильмов, вызываем метод apply, чтобы записать это все в файловую систему, и уже в методе oncreate нашего activity мы хотим загрузить из shared preferences наши сохраненные данные. для этого мы вызываем этот restore data и внутри него уже опять получаем экземпляр shared preferences, получаем из него строку с нашими данными со списком эпизодов, затем если эта строка у нас не null, то есть она была туда записана, значит тогда опять воспользуемся Mosh, чтобы распарсить уже нашу строку и получить список объектов, то есть парсим их в список фильмов и затем отправляем в UI на отрисовку. И теперь уже когда пользователь будет открывать наше приложение не в первый раз, он будет сразу видеть закешированные данные, которые сохранены в shared preferences и которые будут практически сразу же отображаться. Аналогично в ситуации с поворотом экрана, если пользователь повернет экран, то он сразу же увидит закешированные данные. Есть ли какие-то вопросы по shared preferences? Сейчас микрофончик поднесут вам. А данные перезаписываются каждый раз, когда идет сохранение данных по одному и тому же ключу, да? Да, конечно. Если по одному и тому же ключу, то они просто перезаписывают друг к другу. Я так понимаю, что данные записываются только текстовые. Что делать с картинками? Потому что если мы перевернем экран, мы увидим, что у нас есть сохраненные данные, но я так понимаю, в shared preference не будет картинок. И у нас загрузится только текст. Картинки, я правильно понимаю, что будут просто пустые? И запросов сеть не будет? Если вам картинки надо сохранить, то это нехорошее решение, но если это очень маленькие картинки, то можно воспользоваться shared preferences и в base64 их перегнать. Но это, честно говоря, я бы не рекомендовал бы такое использовать. Для обычных картинок лучше поместить их в файловую систему, просто на ваш external storage, записать туда, как обычный файл. Спасибо. Еще вопросы? Так, ну что… Shared preference ограничивает количество данных, которые туда можно записать? Нет, такого ограничения нет. То есть, сколько хотите, столько записывайте, пока у вас там, не знаю, может, место на телефоне не закончится. Но ограничения нету, как у бандла. Так, еще может что-то? Вы не стесняйтесь, спрашивайте, потому что чем раньше спросить, как бы не останется непонятных нюансов. Влияет ли количество записанных данных в Shared preferences на работу приложения? То есть, медленнее и быстрее это вот… Да. Ну, если вы туда записываете большое количество данных, а потом начинаете читать их, то вы будете блокировать какой-то поток, из которого вы это читаете. То есть, оно сохраняется именно в приложении, а не на телефон, память телефона? Так, не совсем, наверное, понял ваш вопрос тогда. Ну, просто если у нас есть сторожная память на телефоне, вот, как файловая система, а здесь сохраняется именно в телефон, именно в приложении. Ну, у андроида есть такое понятие, как internal storage и external storage. И вот external – это, ну, там, где картиночки наши, там, где фоточки от телефонов хранятся. Shared preferences туда не записываются, они записываются в internal storage. Это, как правило, папочка data slash data slash package name, по-моему, вашего приложения, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, это приватная директория, в которую имеет доступ только ваше приложение. как-то так. Когда мы создаем XML, там, во втором случае создавалось, приплюсовывалось название пакета, так? А в первом случае там просто объявлялось какая-то перевенная и там уникальное какое-то имя. А если это имя, допустим, одинаковое, как там в файловой структуре, допустим, ну, это два XML разных будет, там что-то вот? Вы знаете, никогда не тестировал такое, но по идее, если вы будете с одинаковым именем обращаться, наверное, получится один и тот же экземпляр Shared preferences, мне кажется. Но я не тестировал просто данный функционал, поэтому. Но по аналогии с Preference Manager, который вот я вам раньше показывал. Сейчас я на него отлистаю. Вот. То есть он, когда мы к нему обращаемся, мы получаем, грубо говоря, один экземпляр Shared Preference, который на один файл нас ссылает. Поэтому, наверное, если вы зададите одинаковые имена, то будете в один файл просто писать. Спасибо. Скажите, а что, каким образом можно использовать Shared Preference для передачи данных другому приложению? Для передачи другому приложению, да? Чтобы могло обратиться в другое приложение, да? Да. Там вот, когда мы обращаемся за Shared Preference, когда берем, вызываем метод getDefaultSharedPreferences, туда передаем имя файла и мод. И вот этот мод, он может быть паблик. И если он паблик, то тогда другие приложения могут обращаться к этому вот файлу и читать его с помощью Shared Preference только уже в своем процессе в своем приложении. Спасибо. А скажите, этот файл, там стринги только хранятся, да? Стринги примитивы. То есть он какого формата будет? тексты? Нет? XML. Все в XML будет. Да, то есть XML и просто там, если это один, то один, если это строка, то просто строка. Смотрите, насколько я понимаю, в нашем приложении, если пользователь заново в него заходит, чтобы страница обновилась, загрузились новые данные, ему нужно вручную получается как-то это сделать. Что если, например, я хочу, чтобы это все дело обновлялось автоматически, то есть если, например, на сервере какие-то новые данные, например, вконтакте новые посты появились, чтобы она автоматически обновлялась, как это можно проверить, например? Ну, для этого вам нужно будет как-то изменять, наверное, ваш API. Знаете, мне кажется, вам просто, если я сейчас начну это рассказывать, то это надолго, как бы, лучше вам к ментору, наверное, обратиться, они вам там детально уже расскажут. Но в этом ничего сложного, то есть она будет добавить свой какой-то API и потом дергать эту API, чтобы она вам говорила, что вам делать, что делать с клиентским приложением. Спасибо. Наверное, пойдем дальше. Вообще, использование Shared Preferences, оно, как понятно, даже из названия класса, но, скорее всего, предназначен этот класс для сохранения настроек, именно настроек приложения. И тем более, если мы, например, имели бы более длинный список эпизодов со звездными войнами, например, несколько тысяч элементов, и мы бы его каждый раз сериализовали в JSON-строку, а затем, когда загружали парсили все вот эти объекты из JSON-строки, это было бы неэффективно с точки зрения перформанса. Более того, если бы нужно было бы реализовать какой-то поиск, то вот реализовывать такой поиск по обычной сырой JSON-строке, это тоже будет и поиск неэффективный, и это надо много кода написать. Поэтому мы, как разработчики, должны себя в первую очередь спросить, можем ли мы сделать сохранение данных в нашем приложении лучше? И ответ да, конечно же, да, мы можем, если воспользуемся, например, базой данных. База данных это такое приложение, которое умеет хранить и обращаться с большим набором структурированных данных. и кроме этого они еще умеют и производить поиск по этим данным. Такой вопрос, все уже знакомы с базами данных или кто-нибудь может работал раньше? Так, хорошо, хорошо. Ну, я так полагаю, что большинство из вас уже работали с базой данных, но я все равно немножко про них расскажу, чтобы мы были все на одной волне по знаниям. Как я уже говорил, база данных это такие приложения, которые умеют сохранять большой объем структурированных данных. Под базами данных я буду понимать именно реляционные базы данных и свои данные они, как правило, хранят в виде таблиц. вот здесь на слайде есть приведены примеры нескольких баз данных. Это, как правило, это серверная база данных, то есть они обычно устанавливаются куда-то на сервер, запускаются в отдельном процессе и какое-то приложение, как правило, это веб-приложение, оно к ним подключается и может работать с данными, которые хранятся в базе данных. В каких случаях используют базу данных в мобильных приложениях? Обычно ее используют, когда нужно хранить большой массив, большой объем данных или же когда нам нужно хранить именно структурированные данные. То есть если нам нужно сохранять например аудиофайлы или картиночки, то база данных для этого не подойдет. Их лучше хранить просто в файловой системе. Еще одним частым случаем использования базы данных в мобильных приложениях является использование ее как кэша для локальных данных от сервера, что позволяет реже обращаться к серверу за данными и соответственно экономить заряд батареи и девайса, потому что на обращение в интернет батареи расходуются гораздо больше, чем просто обратиться к локальной базе данных. В андроиде есть своя база данных. Эта база данных является клиентской, то есть запускается прямо в процессе нашего приложения. Свои данные она хранит в одном файлике. Этот файлик имеет бинарный формат. Находится он, как и шарит преференс внутри приватной директории нашего приложения, то есть в файловой системе. С этим файликом умеет работать специальная библиотека. Она называется SQLite. Сама эта библиотека вшита в любую версию андроида и, соответственно, любое приложение может с помощью этой библиотеки работать с базой данных. От серверных реализаций SQLite отличается, как правило, менее гибкой конфигурируемостью, но в то же время она более легковесная. И, как говорят сами разработчики SQLite, что она самая распространенная среди баз данных по количеству установок, потому что она установлена на любом андроид или iOS девайсе. Более того, практически любой современный браузер использует SQLite для сохранения каких-то локальных данных. И некоторые кроссплатформенные приложения, которые разрабатываются прямо на несколько операционных систем, они тоже довольно часто используют SQLite для хранения локальных данных. Общим среди всех реализационных баз данных является то, что для доступа к самим данным используется такой язык, как SQL. SQL. Этот язык позволяет получать доступ к самим данным и модифицировать их, добавлять новые, удалять уже имеющиеся данные и изменять имеющиеся данные. Так как список наших фильмов является довольно простым списком, мы можем представить в виде таблицы, чтобы более наглядно визуализировать, как бы хранились наши данные в реляционной базе данных. То есть здесь на слайде у нас есть колонки, это ID, Date, Title и есть записи, которые одна запись представляет информацию об одном эпизоде. Расположены они горизонтально. SQL поддерживает несколько видов запросов для работы с данными. Первый тип запросов это Select, с помощью которого можно сделать выборку данных из таблицы, с помощью запроса Update можно изменить уже имеющиеся данные в таблице, с помощью запроса Insert можем добавить новые данные и с помощью запроса Delete можно удалить какие-то имеющиеся данные. Для того, чтобы сконструировать запрос Select, нам нужно будет указать имя таблицы, указать имена колонок, которые мы хотим выбрать из нашей таблицы, либо же указать звездочку, если мы хотим выбрать сразу все колонки из таблицы. Далее указываем еще условия, по которым мы будем выбирать данные и опционально можно еще использовать несколько операторов, которые поддерживают SQLite, например, OrderBy или GroupBy. Вот, например, с помощью такого запроса можно будет выбрать все эпизоды, которые снял Джордж Лукас из нашей таблички. А если мы захотим выбрать, например, только два столбца, только Date и Title, то вместо звездочки указываем имена этих колонок и, соответственно, будем получать только эти колонки. В случае, если мы захотим упорядочить наши данные по номеру эпизода, то можно воспользоваться оператором OrderBy. Внутри него мы указываем колонку, которая содержит номер эпизода и указываем порядок сортировки. Если, например, нам нужно будет выбрать все эпизоды, которые в названии содержат артикуль Z, то можно воспользоваться таким вот оператором нестрогого поиска Like. И стоит кроме этого еще помнить, что мы всегда можем изменять нашу выборку, добавлять или удалять данные с помощью дополнительных условий. С помощью метода Update можно изменить одну или несколько записей в таблице. Для этого нужно будет указать имя таблицы, указать колонки и изменяемое значение для них и указать условия, по которому будут искаться записи в таблице для того, чтобы их изменить. К примеру, если мы хотим переименовать шестой эпизод в десятый и поменять у него режиссера, то можно воспользоваться вот таким вот запросом. с помощью запроса Insert мы можем добавлять новые данные в таблицу. Для этого нужно будет указать имя таблички и указать имена колонок, в которые мы хотим вставлять данные и, соответственно, сами значения для этих колонок. Вот так будет выглядеть запрос для того, чтобы вставить одну запись в таблице. И с помощью запроса Delete можно удалять какие-то записи из таблицы, можно одну, можно несколько, для этого указываем имя таблицы и условия, по которым будем удалять данные. Например, с помощью такого запроса можем удалить все эпизоды, у которых режиссером является Джордж Лукас. Есть ли тут какие-то вопросы? Микрофон? Пара вопросов будет значит первый может быть вы назовете по одному плюсы и минусу революционных баз данных и нереволюционных по вашему мнению? Хороший вопрос, да. Вы знаете, на андроиде есть также объектное хранилище, которое хранят свои данные в объектах. это насколько я помню риэлм, но мне к сожалению не приходилось его использовать, но насколько я сейчас знаю, в основном от него отказываются. Хотя когда он только появлялся, были статьи, в которых говорилось, что у него более высокий перформанс по сравнению со скиллайтом на андроиде. Спасибо. Еще один вопрос. А есть ли вообще ситуации тогда, когда полезно или лучше использовать нереализационную базу данных? Тут довольно сложно будет ответить на этот вопрос, но я бы сказал так, что попробуйте воспользоваться реализационной базой данных, а потом если в ходе работы у вас уже выяснится, что она вам совсем никак не подходит, то наверное тогда придется переходить. Еще один вопрос. Может быть я не всем помог бы еще буквально пару слов сказал на этот счет. Дело в том, что в андроиде в целом не сильно популярна нереализационная база данных, их вообще почти нет относительно, то есть в основном используют здесь QA. с нереализационными базами данных там скорее работают уже больше на серверах, там где нужно хранить документами, то есть тебе не просто каким-то объектом, а тебе надо каким-то пачкой целый джейсон засунуть и он тебе там лежит. Тебе не надо сортировать как-то по приземам, хотя уже сейчас на MongoDB или еще какие-то я честно говоря не серверист уже давно, поэтому так не могу сказать сходу, но мне кажется они уже умеют такие штуки тоже делать быстро, качественно. В андроиде то, что говорили про реал, на самом деле от него отказываются не потому, что он там супер плохой по перфомансу или потому, что он там не реализационная база данных, от него отказываются потому, что у него есть куча проблем именно работы, как позиционируется работа с базой данных в андроиде. то есть его тяжело во-первых тестировать, во-вторых с ним работа заключается в том, что они продвигают использование реалма прямо в UI, то есть в активе, во фрагменте и так далее, что тоже плохо, потому что у тебя просачивается бизнес логика туда и так далее. И есть возможность и есть проблема работы с многопоточностью у него, то есть он заточен на то, чтобы все запросы, точнее не запросы, а чтобы дата была консистентна, то есть ты не мог из разных потоков изменять, как бы можешь, но не рекомендуется изменять данные, поэтому там как бы однопоточная модель. С помощью SQLite тут совсем по-другому и там есть другие проблемы, но он более популярный, потому что это сиквел-язык, ты можешь на SQL легко написать там свой query, проверить, увидеть, ты можешь отвязать это все дело от UI легко, дальше там будет рассказываться про такую библиотеку Room, которая в целом сейчас уже достаточно хорошо, показала себя хорошо и ее можно и тестировать легко, юнит-тестами не надо никакими интеграционными и так далее и тому подобное, то есть много как бы дополнительных плюсов. Мы у себя в проекте использовали Realm, но от него начали потихоньку уходить в сторону Room. И у нас сейчас как бы две базы данных, Realm и Room, но мы все мигрируем на Room, потому что гораздо удобнее, понятнее и возможность как бы UI, отображение того, что у тебя находится в хранилище, гораздо проще как-то ориентироваться. Но это опять же, это субъективное мнение, возможно, последнее особенно. Тут надо уже смотреть. на самом деле, что касается многопоточности в SQLite тоже есть проблема, там до Android P грубо говоря по умолчанию SQLite поддерживает только один коннекшн базе данных, поэтому из двух потоков одновременно невозможно прочитать, так как только один коннекшн. И, кстати, вот еще буквально одна ремарка по поводу этих нелегационных баз данных. Есть сервис Firebase такой, он предлагает продукт гугловый, который предлагает свою базу данных. Как раз таки вот там Firesite называется, до этого назывался, я не помню, как это так. И вот как раз таки они там работают в виде документных таких документного подхода, то есть они сохраняют целыми такими пачками, там ноды строят и так далее и там подобное. то есть можно поиграться с этой штукой, но с ней иногда этот сервис немножко неудобен, но в целом можно использовать иногда вот такой подход, когда нужно быстро бэк какой-то накидать и так далее. Скажите еще такой вопрос. Если у нас набор данных все-таки структурированный, но выборки делать не нужно, тогда просто шарит преференции используем, так получается? А выборки в каком плане? Загружать данные не надо? Не нужно делать выборку вот как здесь допустим две таблицы, режиссер только, вот просто без выборок мы получаем какой-то список и все. Как я сказал уже немножко раньше, шарит преференции больше для сохранения настроек на самом деле. Поэтому если у вас нужно сохранить какие-то данные, то все-таки лучше их поместить в базу данных. Спасибо. Но опять же тут никто же не запрещает. Никто не будет бить, но идеологически это более правильно. Просто можно хранить все в префах, абсолютно все выстраивать в префах, но зато тогда ты не сможешь зависимости выстроить, если тебе нужны какие-то зависимости форен-ключи прописать, не сможешь быстро отсортировать, то есть не сможешь использовать все те плюсы, которые тебе дает сама база данных, триггеры, индексы и все-все-все вот это все связанное с шарит преференс. Потому что шарит преференс это просто что? Это просто ключ-значение, ключ-значение. Это просто файли, в котором ключ-значение. Все. Спасибо. Извини, Леха. Нет, ничего страшного. Так, ну что, наверное, продолжаем, идем дальше, да? Так, все вот эти операции, о которых я рассказал, select, update, insert, delete, их можно сгруппировать под такой аббревиатурой, ее часто в англоязычном сообществе разработчики используют, аббревиатура это CRUD, расшифровывается как create, read, update, and delete. Но стоит еще помнить, что в английском языке это еще и ругательское слово, на самом деле мягкая форма ругательства, его используют дети, маленькие, но все же вот почему-то эта аббревиатура используется у англоязычных разработчиков. Я еще не рассказал о том, как создавать нашу таблицу. Создавать ее можно с помощью запроса create table, там мы указываем таблицы и указываем колонки и тип данных, которые эти колонки будут хранить. Нужно будет еще указать первичный ключ, его обычно используют, обычно для него используют интеджер, потому что ему можно проставить автоинкремент и тогда наш первичный ключ, он будет автоматически инкрементироваться и иметь уникальное значение для каждого, для каждой записи в таблице. И с помощью запроса drop table можно удалить сразу все данные с таблицей и саму таблицей. Темы, которые я не затрону в этой лекции, но о которых может быть интересно почитать. Это то, как могут взаимодействовать между собой таблицы. Про нормализацию баз данных, про использование индексов для увеличения скорости выборки, про синхронизацию записей и про триггеры и виды, которые, кстати говоря, SQLite тоже поддерживают. И теперь, возвращаясь к нашему приложению, мы хотим реализовать сохранение и загрузку данных с помощью баз данных SQLite. Для этого нам нужно будет как-то сначала структурировать данные о нашей таблице, в которой мы будем хранить данные. Для этого можно воспользоваться таким паттерном контракт. Его используют сами разработчики андроида, поэтому на страницах официальной документации можно найти контракты для баз данных с медиафайлами или, например, контактов или журнал вызовов, звонков точнее. Для того, чтобы создать контракт, мы создадим объект, назовем его FilmsContract, в него поместим еще один объект, FilmsColumns, и внутри него создадим константу, в которой будем хранить название таблицы, и несколько констант, которые будут содержать имена наших колонок. Теперь у нас есть контракт, можем перейти к созданию таблицы. Для этого напишем вот такой SQL-запрос. Здесь мы используем вот эти константы, которые создали в контракте, для того, чтобы упростить взаимодействие с именами колонок на тот случай, если они вдруг поменяются. Например, сегодня у нас было там пять колонок, а через неделю мы добавили еще одну колонку. И кроме того, вот такой подход использования этих констант, оно позволяет застраховаться от возможных ошибок при наборе имени колонок. И еще создадим запрос на удаление нашей таблицы. Главной сущностью для работы с SQLite в андроиде является такой класс SQLite OpenHelper. Для того, чтобы нам его реализовать, нам нужно будет от него наследоваться. Для этого мы в конструктор helper передадим имя нашего файла базы данных, передадим номер версии нашей базы данных, мы к нему еще вернемся, чуть-чуть дальше я расскажу, для чего он нужен. И наш helper SQLite OpenHelper это абстрактный класс, и у него нужно будет реализовать несколько методов. Первый из них это метод onCreate. Этот метод он вызывается в тот момент, когда пользователь впервые обращается к нашей базе данных. И helper в этот момент понимает, что это первое обращение, таблиц еще в базе данных нету, соответственно надо создать. И вызывает callback метод onCreate. Там внутри него мы запускаем запрос на создание нашей таблички. Есть еще один метод onUpgrade, который вызывается в том случае, если helper получил доступ, если helper пытается открыть файл базы данных, у которого номер версии отличается от того номера версии, который мы передали в конструктор. И это нужно для того, чтобы в случае, если схема нашей базы данных поменялась, мы могли посмотреть, с какой версии она поменялась и, соответственно, произвести со схемой базы данных какие-то манипуляции. добавить какую-то табличку или добавить какую-то колонку или удалить табличку. В нашем случае у нас простое приложение, мы просто удалим старую таблицу и все данные и создадим такую же новую таблицу. Теперь нам нужно будет реализовать именно само сохранение в базу данных. Для этого мы будем пользоваться транзакцией. Транзакция это группа операций с базой данных. Можно представить как группа запросов, которые могут либо выполниться успешно и все сразу, либо же не выполнится ни одна из них, ни один из запросов, в случае, если возникла какая-то ошибка. Чтобы было более понятно, давайте разберемся, что такое транзакция. Допустим, у нас в локальной базе данных уже есть какие-то записи. записи о наших эпизодах «Звездных войн». Но сервер вернул нам новый список и там содержатся другие данные. Соответственно, мы хотим обновить у себя в локальной базе данных. Будем делать сначала это без транзакции. Для этого нам нужно будет сначала удалить все имеющиеся записи, то есть очистить нашу табличку. И затем мы берем каждый фильм по порядку по одному эпизоду и вставляем их в базу данных. Но может случиться так, что, например, на вставке одной из записей в таблицу может произойти ошибка. К примеру, если сервер вернет нам какие-то некорректные данные, например, строку вместо ТНТА. И в таком случае произойдет крэш, упадет наше приложение, но данные в базе данных сохранятся. Соответственно, там останется только две этих записи. И когда пользователь будет запускать наше приложение, он увидит только два эпизода. Поэтому, если бы мы, например, в данной ситуации воспользовались транзакцией, перед тем, как начать изменять данные в табличке, мы могли бы ее в тот момент, когда возникла ошибка при вставке, могли бы отменить эту транзакцию. И в таком случае наши данные, они бы вернулись в первоначальное состояние. То есть вернулись бы к тому моменту, которые были. Теперь переходим к нашему методу SaveData, где будем сохранять базу данных. Тут нам нужно будет получить экземпляр базы данных у хелпера. Затем запустим нашу транзакцию. Для этого есть метод BeginTransaction и для ее завершения EndTransaction. Чтобы указать, что мы, что все нормально, нужно вызвать еще, чтобы транзакция завершилась успешно, нужно будет вызвать еще SetTransactionSuccessful. Если мы не вызываем SetTransactionSuccessful, то при вызове EndTransaction, при окончании транзакции. Все данные, которые были сделаны в базу данных, они откатятся. То есть ничего не поменяется. Затем будем записывать наши данные в табличку. Для этого нам нужно будет такой класс, как ContentValues. Это, по сути, дело мэп, который просто хранит имя колонки и значения для этой колонки. Поэтому мы создаем наши значения, помещаем их в ContentValues для каждого эпизода и затем вызываем метод Insert у базы данных. Туда передаем наши ContentValues и имя таблички. Теперь перейдем к восстановлению данных. К сожалению, понадобится еще больше boilerplate кода. Написать, чтобы это реализовать. нам нужно будет получить сначала экземпляр базы данных, потом мы указываем все те колонки, которые мы хотим выбрать из нашей таблички. Затем мы вызываем метод базы данных, который называется Query. Этот метод он инкапсулирует запрос Select. То есть, по сути дела, мы делаем запрос Select в базе данных. У него есть довольно много аргументов, которые представляют параметры Select запрос, но у нас простой приложение, мы просто хотим забрать все данные из базы, поэтому мы везде налы проставили. Результат вызова метода Query является объект Курсор. Это такой специальный класс, который умеет работать с результатом от базы данных. И более того, если бы, например, у нас было бы несколько тысяч записей в базе данных, то Курсор он бы подгрузил только часть из них. То есть он умеет делать погенацию списка и таким образом, если у нас много запросов базы данных, много записей, он автоматически делает погенацию по мере того, как мы читаем данные из этого курсора. Затем проверяем, что у нас есть какие-то записи в нашем курсоре. к сожалению, курсор умеет работать только с индексами колонок, точнее, возвращать данные по индексу колонки, а мы знаем имя колонки, поэтому нам сейчас нужно будет сконвертировать имя колонки в индекс колонки. Для этого мы воспользуемся методом getColonIndex, который нам либо возвращает индекс колонки, либо же, если такая колонка не найдена, он возвращает нам exception, то есть бросает exception. Если он бросит exception, то это будет сигналом к тому, что со структурой базы таблички что-то не то, и, скорее всего, данные нам не стоит читать. Затем создадим список для фильмов, далее будем итерироваться по записям внутри курсора с помощью метода moveToNext. Вот этот цикл будет работать до того момента, пока не будут прочитаны полностью все записи из курсора. Затем мы можем получить из курсора, имея уже индекс колонки, можем получить значения для этой колонки. Получаем эти значения, создаем фильм, помещаем его в список и после того, как мы уже прочитали все записи из курсора, надо будет курсор закрыть, чтобы он не держал открытым коннекшн к базе данных. и далее можно будет отрисовать список наших фильмов. Есть ли вопросы? Всем ли все понятно тут объяснил? Может, что-то еще надо рассказать повторно? У нас получается база данных и в ней одна таблица, так? А вот в случае, если нам, допустим, нужны две таблицы, это как? Это две базы данных или две таблицы в одной базе? Две таблицы в одной базе данных. Есть запрос, который создает таблицы, мы просто воспользуемся вот этим запросом Create Table и создадим себе А если сделать две базы данных в одной одна таблица и вторая или не так не делаем? Ну, это надо будет два SQLite Open Helper создавать. Это возможно, то есть можно держать несколько баз данных в одном приложении, но надо учитывать, что надо разные SQLite Open Helper использовать для этого. Хорошо, спасибо. А, не говорил, нет. Ну, спрашивай, да. А еще вопрос. Хотел спросить про шифрование. То есть сейчас фактически что Shred Preference, что просто SQLite, это данные, которые достаточно легко вытягиваются. А есть какие-то решения, типа там Cloud Chipper или... SQLite Cipher, насколько я помню, есть. Ну, а альтернативы какие-нибудь хорошие, удобные, возможно, новые появились? Я даже не подскажу, но в принципе вы можете сохранить ключ шифрования на Android девайсе и потом просто все данные, которые будут сохранить в базе данных, шифровать этим ключом. А ключ можно сохранить именно в самой системе. То есть там есть предусмотрен механизм для этого. Якобы секьюрно считается. Но на самом деле там его можно будет достать, если есть root, то это вообще не будет. Хорошо, спасибо. секьюрити вообще очень сложно в андроиде. Я бы сказал, что sensitive data хранить на телефоне лучше не хранить. Даже если ее там секьюрить как-то и как угодно. То есть для того, чтобы вскрыть, это надо, получается, root поставить, то есть надо украсть телефон и так далее. Поэтому, ну, то есть как бы задумываться нужно именно с точки зрения подходить к шифрованию данных на андроиде и лучше, наверное, подходить с точки зрения того целесообразности вообще хранения sensitive data на андроиде самом. Я бы с такой точки зрения смотрел. Но вообще как бы да, есть у нас вот как Леша сказал возможность. Вот так. У тебя был вопрос, Паша. Да, у меня был вопрос тебе, пока ребят еще думают. Такой вопрос. Там ты рассказывал про get readable и get writable database. мы два раза использовали для записи. Мы получали, вызывали метод get writable database у SQLite open helper и в случае чтения данных мы вызывали get readable database ну или property соответствующую брали котленовскую. По сути дела между ними практически нету разницы. То есть там возвращается один и тот же экземпляр базы данных для этих методов. Там есть случай, если, например, закончится место на диске, то тогда будет возвращаться отдельный экземпляр при вызове get readable database. То есть будет возвращаться эта база данных, которая только чтение поддержит. А так оно все равно можно вызывать метод get readable database и писать в такую базу данных и все как бы работает. еще еще такой вот вопрос. Тут получается ну изначально в качестве примера туда с эпизоды звездных войн. Допустим мы решили это все дело расширить на как бы еще какую-то серию. там условно пусть гори поттер. И вот количество таких в принципе серий у нас получается конечно, но заранее неизвестно. как вот целесообразнее было бы это все сделать? То есть дополнительное какое-то поле вводить в базу данных или же для каждого фильма можно создавать просто свою базу данных но как бы по тому же классу данных. Вы имеете ввиду у вас неизвестно сколько у вас будет таблиц грубо говоря. Да. Разные сущности разные сущности. Ну например некоторые мессенджеры они используют такой подход они создают одну табличку и там создают поле type а сохраняют уже данные например серилизованные в byte array ну например в мессенджер в контакте так делают то есть у них там очень много аттачментов различных и различных типов там около 20 или 50 что-то в этом роде и они создают только одна табличка туда прописывают тип аттачмента а все данные об аттачменте они серилизуют в массивбайт и их таким образом сохраняют то есть можно таким то есть если вот на примере условно звездных войн то мы добавляем условно говоря одну дополнительную колонку например вот Star Wars Harry Potter или как-то привязываем ее к айтичному это если вы уже точно знаете что у вас там будет очень много очень много сущностей хранится именно различного типа сущностей будет храниться если у вас там фильмы актеры плюс там еще какая-то информация то можно обойтись обычными табличками а скажите такой вопрос операции с курсором они на UI не пройдут exception будет так это все в фоне пройдут если вы на UI запускаете то или не пройдут пройдут по-моему со стандартным подходом вот таким вот как сейчас показали то все все будет работать но не нужно да не нужно да но у нас будет дальше примерчик там можно все background по таким все будет хорошо можно пожалуйста вернуть на пару слайдов назад там где было создание базы данных с типами данных которые в контракте да по-моему да не в контракте а в help перетащить так вот здесь наверное да да есть же еще тип blob и вот что нужно для блоба и допустим если мы хотим сохранить какие-то более тяжелые данные то есть допустим фотографию какой будет тип данных здесь прописан ну блоб это бинарные данные это массив байт грубо говоря но опять-таки если сохранить фотографию то это что называется bad practice из базы данных объемные файлы лучше не складывать конечно можно то есть если у вас там приложение ну то есть руками никто не будет за это бить но лучший подход это сохранить в базе данных ссылку на файл а сам вот этот файл картинку сохранить файловую систему а в базе данных просто вот имя решать на этот файл чтобы потом если что обращаться скажите еще про version database мы как-то немножко упустили на этот момент тогда наверное будет ответ на коллеги вопроса с добавлением в таблицу фактически дополнительной колонки если необходимо будет изменять схему нашей базы данных то есть например у нас есть грубо говоря первая версия нашей базы данных у нас там есть одна табличка но затем мы поменяли наше приложение добавили еще одну табличку мы изменяем версию нашей базы данных на второй и затем когда будет открываться наша база данных точнее наша новая версия приложения будет открывать старую версию данных будет вызываться метод on upgrade и там мы сможем увидеть что у нас версия поменялась единички на двойку мы можем добавить туда табличку которой у нас нет еще один метод когда мы не не upgrade делаем а наоборот degrade да есть еще downgrade но не знаю в моей практике никогда не приходилось использовать не знаю может кто-то использовал но так идем дальше наверное да сейчас перемотаю так здесь да как вы заметили у нас там много более плейт-кода получается для доступа к базе данных поэтому есть такая библиотека которая помогает избежать вот этого более плейт-кода называется narum написал ее google сделали они это где-то пару лет назад они ее эта библиотека является частью архитектурных компонентов которых вы уже должны были слышать на одной из предыдущих лекций сама эта библиотека room она является urm-библиотекой это расшифровывается как объектно-революционный маппинг и вот urm-библиотеки они позволяют взаимодействовать с данными в революционной базе данных так как будто там бы данные хранились не в табличке а как будто они были бы объектами то есть эти библиотеки позволяют нам маппить наши таблицы на объекты если говорить проще для того чтобы подключить ее в проект нужно две зависимости потому что там annotation processing используется поэтому нужно еще помимо самой библиотеки room runtime добавляем еще компайлер сама библиотека она оперирует тремя сущностями первая сущность это entities это по сути дела объектное представление наших таблиц в базе данных затем вторая сущность это data access objects это если сокращенно то это DAO это те сущности которые позволяют работать с данными в таблице то есть читать их удалять добавлять и третья сущность это уже сама абстракция над базой данных начнем с entities для того чтобы вообще entity class он является обычным data class то есть или в терминах java обычным podge class то есть классом в котором только данные в котором нет никакой бизнес логики для того чтобы room увидел наш entity class нам нужно будет его отметить аннотацией entity вот этой аннотацией опционально нужно будет можно будет указать имя таблицы если имя не указываем то оно сгенерируется на основе имени класса вообще в room очень много используется аннотаций ну как я и сказал раньше там используется annotation processing с помощью которого генерируется дополнительный код и в итоге это все работает затем нам нужно будет указать первичный ключ можно еще опционально указать аннотацию column info в которой указать специфическое имя для колонки но в принципе это опционально то есть column info можно не проставлять и тогда имя колонки оно сгенерируется на основе имени property нашего класса в качестве дао у нас будут обычные интерфейсы для того чтобы room их увидел надо будет проставить аннотацию дао какую-то реализацию какой-то код нам писать не нужно будет то есть нам нужно будет только создать методы которые декларируют наш доступ к данным то есть например для того чтобы получить список фильмов мы создадим метод getAll и пометим его аннотацией query внутри этой аннотации мы укажем уже те данные которые мы выбираем с помощью SQL подобного синтаксиса вот этот вот это выражение внутри скобочек оно как бы выглядит как обычная SQL но на самом деле немножко отличается но среди его плюсов есть то что вот это вот это выражение оно проверяется во время компиляции то есть если вы находясь в android studio сделаете там какую-то ошибку напишите например не фильм со фильмом просто то компилятор вам это покажет в виде ошибки затем чтобы вставить значение в табличку надо поставить аннотацию insert здесь мы передаем еще список фильмов для того чтобы вставить аналогичный метод для того чтобы вставить одну запись в табличку с помощью аннотации update можно будет обновить какой-то определенный фильм в нашей таблице с помощью аннотации delete можно удалять но минусом этой аннотации является то что надо будет указать конкретный экземпляр фильма который мы хотим удалить из базы данных поэтому многие используют более удобный вариант это удаление по id для этого надо будет уже воспользоваться аннотацией query где мы напишем специальный запрос с помощью которого можно удалить запись по id и аналогично с помощью query можно сделать запрос на удаление всех данных из таблицы то есть очистку таблицы и третья сущность это room database нам нужно будет унаследоваться от класса room database проставить аннотацию database туда в эту аннотацию указать все entity объекты с которыми будет работать наша база данных и указать версию базы данных затем все дау объекты с которыми будет работать наша база данных для них нужно будет создать абстрактный метод саму реализацию писать не надо она сгенерируется самой библиотекой и далее для того чтобы уже создать экземпляр нашей конкретной базы данных мы воспользуемся методом database builder туда передадим контекст класс нашей базы данных имя файла для базы данных и вызываем метод build чтобы создать базу данных и поместим это все дело в синглтон такой вот и затем чтобы прочитать данные из базы данных с помощью room мы получаем экземпляр нашей базы данных получаем у него дау и у этого дау вызываем метод get all чтобы получить список всех фильмов аналогично с записью получаем экземпляр базы данных получаем дау у дау сначала с помощью дау сначала удаляем все записи и потом вставляем все записи с помощью insecto вопросы по room скажите а sql подобный синтаксис на sql он только потому чтобы компилятор получается как вы сказали мог ошибки найти и только поэтому да ну да в принципе спасибо а можете лиснуть обратно на дал надо да да вот мне вопрос вперед-назад наверно вперед смысл следующий слайд да вот строка айди лонг вроде бы там айтишка должна быть ну это может ошибка ну что ин что лонг то есть ничего не поменяется как бы значение вставится в том виде в каком оно есть спасибо что заметили еще вопрос здесь есть у меня вопрос дау поддерживать транзакции аннотации транзакции транзакции да есть аннотация транзакшн и можно с помощью транзакций делать можно сгруппировать в одну транзакцию прямо несколько несколько операций но это надо будет тогда сконвертировать наш интерфейс в абстрактный класс уже ну я про это не буду сейчас рассказывать там документации можно будет найти примерчик просто если хотите например сначала удалить данные а потом уже вставить в одной транзакции то придется сконвертировать в абстрактный класс в ней в интерфейс потому что вам там понадобится метод у которого будет вызываться два метода Удаление, потом вставка. У девушки еще был вопрос. Дайте, пожалуйста, микрофон. Обращение к базе данных через Room, оно же должно всегда происходить на другом потоке? Оно происходит на том, на котором вы вызываете конкретные методы. То есть это плохо, но теоретически его можно вызвать через… Да, оно будет работать, можно на UI-потоке вызывать. Хорошо, спасибо. Но это нехорошо. А как происходит миграция на Room? Миграция. Миграция поддерживается, но там придется все руками прописывать. То есть если добавится там строка, надо будет alter, table прописать, то есть добавить колонку. Неправильно сказал, не строка добавится, а колонка. Если добавится, то в общем все ручками надо будет делать. Хорошо, а как создается вторая, допустим, таблица в Room? Вторая? Да, то есть если у нас две таблицы. Ну, у нас вот есть класс database, сейчас я к нему… Вот здесь вот entities, мы добавляем в entities еще один класс, который представляет нашу вторую таблицу. И затем сюда вот DAO еще добавим. Я понял. А можно еще вопрос по поводу foreign case, допустим, если мы хотим взаимодействовать вот одна таблица с другой? Ну, они поддерживаются, да, они поддерживаются foreign case. Там несколько вариантов их реализации на самом деле есть. Вот, можно с помощью аннотации, можно… Ну, это долго все будет рассказывать. Я понял, спасибо. Я просто, может, ошибаюсь. По-моему, Room, например, Ename не может сохранять. Нужно писать, как их разбирать и обратно… Какие данные? Ename, например. Ename. Ну, у Room можно создать любой конвертер для любого класса, который вы хотите. Ну, вот я просто хотел спросить, помимо Ename, то есть под каждый класс нужны… Да, если у вас какой-то кастомные какие-то данные, которые непонятно, как сохранять, то… то есть ни строка, ни примитив никакой, то надо конвертер будет писать. Но я здесь не показывал, но это документация есть на самом деле. А, спасибо. Так, все. Идем тогда дальше. Да? Нет вопросов больше? Идем дальше. Так, и как я уже замечал, да и вы сами видели, приложение наше написано не очень классно, потому что на UI потоке и базу записывает, и читает оттуда. Кроме этого, еще у нас callback метод от нашего ретрофита с данными, он может вернуться, когда уже задестроилась activity, что тоже не очень хорошо. Поэтому, так как вы уже здесь все прослушали много лекций, знаете, как правильно все сделать, поэтому я предлагаю все это дело пофиксить. Вот, поэтому для того, чтобы распоролелить данные, мы воспользуемся карутинами. Для того, чтобы обрабатывать данные в нужный момент жизненного цикла нашего activity, воспользуемся классом LiveData из архитектурных компонентов. И чтобы это все дело склеить вместе, воспользуемся ViewModелью. Теперь нам понадобится создать нашу ViewModель. Назовем ее FilmsViewModule, наследуемся от обычной ViewModели. Далее создаем два Mutable LiveData поля. В первом из них мы храним список наших эпизодов, во втором сообщение об ошибке, если сервер, например, будет недоступен. Затем мы создадим еще два LiveData поля, которые нужны будут уже нашему Activity, чтобы наша Activity подписывалась на вот эти LiveData поля. Но мы их создали именно потому, что хорошей практикой является публичное LiveData поле, а не публичное Mutable LiveData поле, потому что LiveData поле нельзя изменить. А Mutable LiveData поле, если кто-то на него подписался, он еще может потом в него там что-нибудь отправить. Далее создадим нашу Job и Scope для Caroutine. Ну, вы уже должны знать, что это такое. И затем создаем метод LotFilms, в котором будут загружаться данные. Внутри этого метода запускаем карутину. Эта карутина будет запускаться на UI-потоке. Поэтому для того, чтобы загрузить данные из базы данных Room, нам нужно будет перейти в другой поток. Для этого мы воспользуемся методом WithContext. Таким образом, вот этот метод ReadFilmsFromDB, он будет запускаться на другом потоке. И результат его выполнения передается в переменную LocalFilms. После того, как мы загрузили все данные из базы, мы проверяем, если они там какие-то записи имеются, соответственно, отправляем их в UI. Отправлять в UI будем через Mutable LiveData поле. Затем, так как данные на сервере могут поменяться, мы должны это проверить. И аналогично в Background потоке с помощью метода WithContext свитчим поток нашего выполнения с UI-ного на Background и обращаемся к Network Manager за фильмами. Тут нам еще потребуется вот такой небольшой классик, который, по сути дела, является враппером для некой операции, которая может либо вернуть результат нам, список фильмов, либо же ошибку. И наш Network Manager, он будет возвращать именно вот такой вот класс. И затем, после того, как мы его получили, когда сервер нам вернул данные, нам нужно будет проверить, Network Manager вернул нам либо данные, либо ошибку. Если у нас данные, то мы тогда переключаемся опять в Background поток, сохраняем наши данные в базу данных, и затем с помощью LiveData опять отправляем новый список в UI. В случае, если сервер, точнее Network Manager вернул нам ошибочку какую-то, то мы отправляем вот эту ошибку в UI с помощью Mutable LiveData поля. Так, тут я понятно объяснил? Ничего еще раз не надо? Всем понятно, ребят? Так, так. Mutable LiveData, да, объявление? Так, вот здесь, наверное, да. Создаем сначала Mutable LiveData, потому что их можно изменять. Так, я вас плохо слышу на самом деле. Может микрофон, дайте микрофончик, пожалуйста. Значит, я просто немножко, ну вот не уловил, да, сами вот эти перемены, когда они шли, то здесь у вас Films – это… Это обычная LiveData. То, что мы смотрим, да, то, что мы смотрим… Извне. Да, да, извне. А Films – Mutable LiveData – это то, что у нас должно оставаться в интервью модели. А потом дальше, значит, по слайдам, да, когда… Давайте, куда дальше идем? Дальше, дальше, дальше. Вот, так. Вот здесь. Ага. Да, все, все понял. Мы изменяем Mutable LiveData. Все, уловил. Да. Спасибо. Хорошо. Так, мы проверили, что мы либо вернули, либо… что Network Manager вернул нам либо список фильмов, либо ошибку, обработали, показали на UI. И теперь во вью модели нам нужно будет еще… По завершении ее жизненного цикла нужно будет отменить все запущенные карутины с помощью метода cancelUJob. Теперь есть у нас вью модель, надо изменить Activity, чтобы Activity с ней могла работать. Для этого в методе onCreate мы сначала получим экземпляр вью модели. Вы уже должны знать, как это делается, поэтому я тут опускаю это. Обращаемся к нашему открытому LiveData полю, подписываемся на данные внутри него. Если какие-то данные, в данном случае список фильмов придет к нам в это LiveData поле, то мы вызовем метод showFilms, который отобразит нам наши эпизоды в RecyclerView. И аналогично с ошибкой. Подписываемся на LiveData с ошибкой. Если ошибка пришла, то вызываем метод showToast, который отобразит нам тост с этой ошибкой. И затем, если у нас нет сохраненного состояния, то мы загружаем наши данные. В случае же, если у нас сохраненное состояние будет, то есть, например, если пользователь повернул данные, то в этот момент у вью модели уже будут данные для отображения. Поэтому мы LotFilms вызываем именно тогда, когда у нас нету стейта. Так, тут я понятно объяснил? Да? Хорошо. Есть, там на самом деле я допустил одну ошибку специально. Она связана с LiveData во вью модели. Может кто-то уже догадался, что за ошибка. Она связана с данными в LiveData. Есть какие-нибудь догадки? Что-что? Ну, нет, нет. Тут, в принципе, ну, да. Но у нас там карутина. Мы же в UI потоке, поэтому мы в UI потоке все делаем. Нам там пост не нужен. Просто set value и пользуемся. Ладно, хорошо. Идеи нету. Ну, там на самом деле мы использовали для отображения ошибки, тост отображали. А если у нас, например, вот появилась эта ошибка, мы его отправили в Mutable LiveData, отобразили тост, а потом повернули экран, то Mutable LiveData у нас уже сохранила это сообщение. И потом, когда мы подпишемся на ViewModel, на вот эту LiveData с ошибкой, у нас опять тост подобразится, потому что в LiveData сохранилось значение. И чтобы повторно вот этот тост не отображать, надо из LiveData объект, ну, наше сообщение с ошибкой удалить. Для этого вообще есть такой класс, Single LiveAction, наверное, вам уже рассказывали, должны были бы рассказывать о нем, который, по сути дела, удаляет данные, если они уже были обработаны. Ну, и подведя итог, сегодня мы посмотрели на то, как работать с состоянием Activity, что это такое вообще, узнали про Sharing Preferences, немножко вспомнили про SQL и посмотрели, как работать с базой данных SQLite. Ну, и в заключении узнали, как можно упростить работу с SQLite именно на Android с помощью библиотеки ROM. Всем спасибо. 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 Спасибо.